МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Вину не признают. Максимальное наказание в данном случае, согласно санкции соответствующей статьи, является пожизненное заключение. Несколько часов назад прошло первое заседание по убийству Михаила Седова. В памяти великого поэта на Алтае открылся литературный фестиваль имени Роберта Рождецинского. Выйти из воды здоровым. Воду! В крае будут обучать тренеров по адаптивному плаванию. Несколько часов назад завершилось первое судебное заседание по громкому делу об убийстве Михаила Седова. На скамье подсудимых оказались двое молодых людей, которых обвиняют в жестоком убийстве мужчины. Это кадры из коридоров краевого суда. Сам процесс представителям СМИ запретили снимать на фото и видеоаппаратуру. Обвиняемые перед началом процесса попросили, чтобы вердикт им выносила коллегия присяжных заседателей. Вероятно, надеется он на снисходительность. В ходе следствия парни свою вину не признали. Тем не менее, следователям региона удалось воссоздать картину произошедшего. По данным ведомства, двое барнаульцев совершили разбой, похищение и убийство человека. Их жертвой стал случайный житель краевой столицы Михаил Седов. Молодые люди планировали угнать его автомобиль. Закончилось все убийством. Сама машина позже была найдена в одном из районов города. Напомним, что к поискам Михаила тогда подключились все неравнодушные. Сторона потерпевших намерена добиться самого сурового наказания по двум оголовным статьям. Учитывая, что у нас на смертную казнь наложен мораторий, то, соответственно, максимальное наказание в данном случае, согласно санкции соответствующей статьи, является пожизненное заключение. Отметим, что сегодня сторонам суд лишь зачитал права. Подробный репортаж о том, как проходило первое заседание и какое наказание грозит преступникам, смотрите в нашем вечернем выпуске. Безработный хакер Избийска арестован за массовое минирование зданий. 20-летний молодой человек помещен под стражу на время расследования уголовного дела. Напомним, с начала года в крае периодически проводились массовые эвакуации из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах. Письма приходили на электронную почту торговых центров, детских садов и школ. В марте из-за угроз взрыва в Бийске на улицу вывели жителей двух многоэтажек. Аналогичные события происходили и в Барнауле. Ранее полиция сообщала о том, что письма поступают с иностранных адресов. Однако сейчас правоохранители полагают, что часть рассылок делал житель Бийска. По информации прокуратуры, молодой человек готовился распространить более 300 аналогичных сообщений в преддверии майских праздников и Дня Победы. Лже-террорист использовал меры маскировки и отправлял письма с чужих адресов. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы, либо до 700 тысяч рублей штрафа. А в Камни-на-Аби подняли угнанную машину, которая неделю пролежала в озере. БМВ украли в ночь с 11 на 12 июня из местного автосервиса. Машина предназначалась для продажи, но завести угонщики ее не смогли. Пока толкали, врезались в столб, причем записывали свои действия на видео, которое позже было опубликовано в одной из соцсетей. Затем машину попросту столкнули в карьер, где она неделю пробыла в воде. Сотрудники Алтайского МЧС провели спасательную операцию. Глубина водоема в этом месте достигает 4 метров, а находилось авто в 10-15 метрах от берега, пишет Каменские известия. Первая попытка достать машину из воды не увенчалась успехом, был порван металлический трос, однако вскоре авто все-таки удалось вытащить на берег. У легковушки выбито лобовое стекло, искорежен капот и фары. Но отремонтировать в целом можно. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело. В Алтайском крае будут обучать преподавателей по гидрореабилитации. Это специалисты, которые проводят занятия в бассейне для детей с ограниченными возможностями. Иногда тренерам чудом удается поставить ребенка на ноги, обучить его элементарным навыкам – садиться, держать ложку. Сейчас таких специалистов мало не только в регионе, но и в России. Подробнее в сюжете. Юрий 5 лет. Он поздно начал ходить, но эти шаги – огромный прогресс для ребенка с органическим поражением мозга. Два раза в неделю мама приводит его в бассейн. Эти занятия жизненно необходимы. Конечно, они не исцеляют, зато помогают уверенно держаться на ногах. Он очень поздно начал ходить. И после этого мы начали ходить в бассейн, индивидуально заниматься с тренером. И поэтому сейчас улучшение, он даже пытается бегать. Вместе с Юрой в детский бассейн ходит еще 45 особенных детей. Патологии разные. ДЦП, аутизм, задержка развития. Как вы находитесь? Подход к каждому? Пизда. Бывает по-разному. Когда и устаешь, а когда и, бывает, заряжаешься. Таких педагогов, которые проводят занятия в бассейне для детей с ограниченными возможностями, мало не только в крае, в России. Понимая это, Евгения Толочко выступила на форуме «Алтай. Территория развития» с социальным проектом. Его суть в том, чтобы повышать квалификацию тренеров по адаптивному плаванию. На форуме Евгения выиграла грант – 360 тысяч рублей. Молодых специалистов планируют обучать с сентября. Гидрореабилитологи – это люди специфичные, так скажем. То есть гидрореабилитолог должен иметь и физкультурное образование по направлению адаптивная физическая культура, и также медицинское образование. Мы планируем обучить не меньше 40 человек – это выпускники и студенты старших курсов медицинских факультетов и выпускники физкультурно-оздоровительных направлений. Это значит, что занятия по гидрореабилитации теперь станут доступнее для семей с особенными детьми. По словам Евгении, за два года только в центре бонифации у троих детей сняли диагноз ДЦП. Смотришь, как ребенок, каким он был и каким он стал сейчас – это заставляет двигаться вперед. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. В крае стартовала приемная кампания – высшие учебные заведения. Работы по приему документов уже начали классические, аграрные, политехнические и многие другие университеты. Классический университет будет вести набор на 56 программ подготовки. При этом в УЗИ открыто 9 новых профилей. А в медицинском УЗИ, как сообщают в правительстве региона, выделено 480 бюджетных мест. Из них 60% – целевые. А вот, например, у политехнического – 1694 бюджетных мест. При этом на следующий год, как сообщают в УЗИ, будет выделено на 151 место больше. 87 лет сегодня могло бы исполниться поэту Роберту Рождественскому. Он родился в селе Косиха 20 июня в 1932 году. Его мать приехала на Алтай во время гражданской войны, стала директором детской сельской школы, а отец работал здесь в органах НКВД. На Алтае прожил Роберт Рождественский всего два месяца. В 1951 году Рождественский поступает на учебу в литературный институт, где учится на одном курсе с Расулом Гамзатовым, Чингизом Айтматовым, Евгением Евтушенко. В середине 50-х годов поэт вернулся на Алтай. Несколько недель в качестве практиканта он работал в газете «Сталинская смена», нынешняя молодежь Алтая. Признание огромной публики пришло к нему в период оттепеля. Он непременно участник знаменитых поэтических вечеров в политехническом. Творчество Роберта Рождественского назвали в хорошем смысле пестрым. Он писал сатирические стихи и любовную лирику, юмореские и героические баллаты. Накануне на Алтае открылся ежегодный литературный фестиваль памяти Роберта Рождественского. Сегодня вечером в его рамках в Краевой филармонии выступит заслуженная артистка России Алена Сверидова. А завершится он традиционно в субботу на родине поэта в селе Косиха. В Бийске в ближайшие два года появится крупный спортивный объект для занятий единоборствами. Речь идет о специализированном центре для греко-римской борьбы. Построят его в заречной части Наукограда в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». Этот объект уже долгие годы никак не используется. Известно, что у спортсменов будет просторный зал для тренировок и соревнований. Реализовать проект власти города обещают в ближайшие два года. Уже разработана проектно-сметная документация. Сейчас она проходит экспертизу. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...